Группа народного контроля качества воды, созданная по инициативе главы Первоуральска, посетила сегодня насосно-фильтровальную станцию. Горожанам показали, как происходит очистка воды из Верхнешайтанского пруда и рассказали, почему в квартиры она поступает уже другого качества. Инспекция группы народного контроля начинается на берегу Верхнешайтанского водохранилища. Из-за малоснежной зимы и засушливой весны городской пруд обмелел на 2,5 метра. Поэтому потребление воды из этого источника снизили до 10 тысяч кубометров в сутки. При общем потреблении города порядка 50 тысяч. Но в первую очередь первоуральцев интересует, почему качество воды, которая поступает в квартиры, в последнее время заметно ухудшилось. Этот вопрос волнует каждого, кто живет в нашем городе. Это просто самый главный вопрос, вопрос здоровья. В кране вода плохая, когда она будет хорошая. Если побольше людей будет ходить, требовать, просить и твердо вести свою позицию, то конечно будет толк. Возможность приехать на насосно-фильтровальную станцию с проверкой жители получили после общения с главой Первоуральска. Именно Игорь Кобец предложил создать в городе народную группу контроля качества воды. В данной инициативной группе у нас задействованы жители, которые сами изъявили желание, общественники, а также представители городообразующего предприятия, чтобы были технические специалисты, чтобы со своей стороны дали оценку объективности того процесса, который происходит на данном объекте. Сегодня инициативной группе показывают процесс очистки воды. Сначала она поступает на станцию первого подъема, после чего проходит через механические фильтры в машинном зале насосно-фильтровальной станции. Затем добавляются химические реагенты для увеличения скорости осаждения вредных примесей, и вода попадает уже на установке ультрафильтрации. Вода после механической очистки идет. То есть это, которая с механических фильтров и грубой фильтрации, а это уже осветленная вода приходит. Со станции второго подъема вода подается уже на город. Здесь горожане могут попробовать ее на вкус. Крайне чуть похуже, намного похуже. Здесь, я думаю, что пить можно. Но ведь отсюда и до наших квартир, где станция огромного размера. После экскурсии по насосно-фильтровальной станции первоурайские активисты сходятся в одном – качество воды ухудшается после попадания в городские сети. Основная проблема – это все-таки в изношенных городских сетях. Здесь чистая вода отсюда выходит, в сетях снова становится мутной, грязной, особенно в сетях МКД, потому что наши управляющие компании не любят после всех этих сезонов промывать внутренние сети. И люди вынуждены пить ту муть, которая идет в городе. В городском водоканале говорят, сейчас в Первоуральске идет работа по замене 5,5 километров водопроводных сетей. А в следующем году проложат еще 9 километров новых трубопроводов. Тому, что качество воды ухудшилось именно в последние несколько дней, тоже есть объяснение. Это в том числе и проведение ремонтных работ, и в том числе некоторые переключения, которые производятся на сетях для переврезок, для ремонтов, для перенаправления, в том числе потоков воды, которые, чтобы направить, обеспечить город водоснабжением. Производим забор воды, стерильную бутылку, анализ на микробиорки. Сегодня к контролю качества воды подключились сотрудники одной из крупных городских управляющих компаний и водоканала. Специалисты отбирают пробы как холодной, так и горячей воды. Мы заключили договор с Роспотребнадзором на отбор проб по 14 домам. Сегодня мы отобрали на улице Емлина 4, завтра у нас будет улица Трубников, Комсомольская. Также у нас в планах есть еще проспект Космонавтов, улица Ленина. Взятые пробы воды сразу отправили в Роспотребнадзор. Исследование на запах, вкус и мутность будет готово уже завтра. Результаты бактериологического и органолептического анализа в течение трех суток. Дмитрий Солюков, Андрей Волков. Новости Первоуральск.